После обидного поражения в Черкассах, когда было растеряно преимущество в 22 очка, южненский химик снова стал на победный путь. Подопечные Виталия Степановского в напряженном и принципиальном домашнем поединке обыграли баскетбольную команду Одесса в 85-75. Практически всю первую половину игры хозяева были в роли догоняющих. Одессу вперед за собой повел Юрий Кондраков. А благодаря результативным действиям Рамела Брауна и Клима Артамонова к концу второй четверти Одесса оформила себе 7-очковое преимущество. Рьюис Салливан оперативно вернул южненский клуб в игру, но на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе одесситов после дальнего попадания Блейлока на последней секунде 43-40. Третью четверть обе команды более эффективно провели в защите всего 26 очков на двоих. Но, тем не менее, перед заключительной 10-минуткой химик вырвался вперед на одно очко. И уже в четвертой четверти два дальних попадания Андрея Войноловича и стабильно успешная игра на чужом кольце Салливана и Нельсона помогла хозяевам дожать неуступчивого соперника. Особо отметим игру Льюиса Салливана, который к 29 набранным очкам добавил 17 подборов, 2 передачи и 2 перехвата. Химик одержал 10-ю победу в последних 11 матчах Суперлиги. Я рад этой победе. Рад тому, что сегодня Саша Ковлер вернулся в команду. Он не провел с нами ни одной тренировки. Пустил его немножко в игру, просто чтобы Виталик где-то отдохнул, потому что он сейчас пока один. Но рад, что он вернулся и потихонечку сейчас будет уже восстанавливать свои кондиции, потому что я на него рассчитываю. Молодец, Вадик Козак отыграл свои 10 минут отлично. Защита, безусловно, какие-то ошибки, что-то есть, но молодец. Ребята молодцы, стояли на правилах. Не останавливаемся, двигаемся вперед, смотрим только вперед. Будем готовиться максимально к каждой игре. Сейчас у нас непростой выезд, Тернополь-будивельник. Сейчас надо восстановить силы эмоционально, физически, залезать раны и готовиться дальше. Продолжение следует...